ПОМОШНИК ПРЕЗИДЕНТА Уйгурский активист Тахир Имин выложил на своей странице в социальной сети информацию о своей семье, которую задержали китайские правоохранители. Братья Тахира, Адыл и Юсуф, а также его мать, приговорены к тюремному заключению сроком на 10 лет. Его кузены Гафур и Нияз Али получили пожизненный срок. По словам обвинения, причиной задержания стали действия Тахира Имина на территории США. В то время как Китай пытается убедить мировое сообщество в том, что проводит обучение уйгуров, находящихся в заключении, и опровергает данные ООН по вопросу лагерей пыток, Биттер Винтер обнародовала признание одного из бывших надзирателей. По его словам, задержанных заставляли называть имена тех, кто ранее был замешан в уличных драках, нарушении правил дорожного движения, а также тех, кто носил с собой ножи или другие режущие предметы. Тех же, кто отказывался от этого, жестоко наказывал. После того, как Турция договорилась с Россией и подписала соглашение о покупке противоракетных комплексов С-400, США объявила об отказе от приобретения комплектующих истребителей F-35, которые выпускаются в Турции. Пентагон заявил, что в случае выхода Турции из программы F-35 были приняты необходимые меры для того, чтобы производство военных самолетов шло без каких-либо задержек. США рассматривает ряд стран для производства комплектующих военных истребителей. Общественно-информационное учреждение Израиля сообщило о том, что правительство планирует воздвигнуть 30 тысяч домов на территории оккупированного голландского плато. Решение о застройке израильских поселений последовало сразу же после выступления Дональда Трампа, который признал право Израиля на голландское плато. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова